Доброе утро! На РБК региональные новости в студии Маргарита Гафарова. В Башкортостане создана рабочая группа по развитию санаторно-курортных организаций. Об этом заявила Ради Хабиров на оперативном совещании в правительстве. Новое подразделение возглавил замруководитель администрации главы республики Ренат Баширов. Группа уже начала работу. Встречи будут проходить еженедельно. В числе основных вопросов продажи путевок, цена образования, доступность санаторно-курортного отдыха для жителей Башкортостана. Большая проблема, которой вам надо заниматься. Потребность очень большая. Многие хотят поехать по предписаниям по здоровью, но дороговизна путевок не позволяет это делать. И нам надо продумать механизмы, как те люди, которые не в состоянии платить путевку, все-таки пользовались. В прошлом году по объему услуг санаторно-курортных организаций Башкортостан занял первое место в Приволжском федеральном округе и пятое место в стране – почти 5 миллиардов рублей. Как сообщал РБК Уфа ранее, спрос на санаторный отдых в республике увеличился на 4%. В частности, растет популярность туров выходного дня. Всего в Башкортостане действует 8 государственных здравниц, 7 из которых по итогам прошлого года сработали с прибылью. Уфа возглавила рейтинг мегаполисов, в которых выросла цена аренды малогабаритного жилья площадью до 30 квадратных метров. В столице Башкортостана съемные квартиры прибавили в цене почти на четверть – с 10,5 до 13 тысяч рублей. Ситуацию на рынке проанализировали специалисты портала недвижимости домофонд.ру. Цены заметно подскочили также в Нижнем Новгороде и Воронеже на 15 и 11 процентов соответственно. Зато в трех крупнейших городах, напротив, наблюдается снижение стоимости арендного жилья. Особенно в Казани на 7 процентов. Теперь небольшую квартиру в столице Татарстана можно снять, как и в Уфе, за 13 тысяч рублей. Как отмечают эксперты, аренда малогабаритного жилья дешевеет в целом по всей стране. Правда, пока снижение незначительное – всего полпроцента. В среднем снять компактную квартиру в России можно за 16 тысяч 311 рублей в месяц. Сегодня в Уфу съезжаются участники всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Более ста претендентов из разных уголков Башкортостана и еще десяти областей страны поборются в региональном полуфинале от Урала до Поволжья. 12 и 13 марта конкурсанты пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств, представят свои проекты в сфере туризма и пройдут обучение у ведущих экспертов. Также в программе флеш-мобы, интеллектуальные игры и нетворкинг-пати. Победители полуфинала смогут продолжить борьбу за 50 призовых мест на общероссийском финале, который пройдет в Москве в апреле. Там они получат возможность побороться за внимание наставников конкурса и наших партнеров. Это знаменитые рестораторы, ательеры, люди, которые являются признанными экспертами российского международного уровня в сфере туризма и гостеприимства. Кроме того, лучшие участники получат возможность продолжения образования в индустрии гостеприимства. 25 конкурсантов получат сертификат на специальную образовательную программу в Московской школе управления Сколково. При этом все финалисты могут быть приглашены на стажировку в ведущие отраслевые компании. Лучшие проекты будут реализованы в регионах России. Всего на конкурс поступило более 20 тысяч заявок со всей страны. И к анонсам других событий сегодня депутаты госсобрания рассмотрят изменения в бюджете республики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Также на повестке дня эффективность использования и отчуждения госимущества, рассмотрение кандидатур на должности мировых судей в муниципалитетах и должность аудитора региональной контрольно-счетной палаты. Сегодня в Уфе на круглом столе обсудят тему восстановления прав детей-сирот на предоставление жилья. Речь идет о ситуациях, когда воспитанникам детских домов выдают жилье, непригодное для проживания. В работе примут участие представители администрации главы Башкортостана, Республиканской прокуратуры, Следственного комитета, профильных министерств и ведомств, а также муниципальных органов власти. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро стремительно растут. Американская валюта поднялась в цене на 4,5 рубля и курс составил 72 рубля 2 копейки. Евро плюсует еще значительнее на 6 рублей 2 копейки и курс уже 81-86. Напомню, 9 марта майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent обвалились сразу на 31%. Резкое падение произошло из-за того, что страны Альянса ОПЕК+, не смогли договориться. Как отмечают эксперты, на этом фоне на международном валютном рынке началась паника и курс рубля в течение дня обрушился. И сейчас лучшие обменные курсы к этому часу – покупка и продажа доллара в банке на ИВА по 70 рублей ровно и 71,63 соответственно. Наиболее выгодный курс покупки и продажи евро также в банке на ИВА по 79,68 и 81,25 соответственно. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего дня.